Это программа «Особое мнение», и мы так активно сейчас обсуждали с Михаилом Шевелевым, который будет высказывать сегодня свое особое мнение, те встречи, которые у нас произошли с утра. Я спросила, как же это представить-то, Миша? Михаил Шевелев, руководитель регионального отделения партии «Гражданская платформа», советник, председатель торгово-промышленной палаты Киросковской области. Итак, это «Особое мнение». Ну что, с чего начнем? Не будем выносить сейчас на паблик наши встречи, хотя там будет видно, что обсудить с твоей стороны и с моей стороны. Мы просто перевариваем какая-то информация. Но давай начнем с того, что сегодняшним голосованием на законодательном собрании Киросковской области общественная палата Киросковской области таки получила право законодательной инициативы. Это второе было голосование. Первое отказало общественной палате в этом праве. Не набрали достаточно голосов. Второе. Абсолютным большинством голосов общественная палата обрела это право. 42 парламентария проголосовали «за». Как ты можешь это прокомментировать? Ну, в принципе, конечно, мое личное мнение, что общественная палата не должна дублировать те функции, которые изначально предусмотрены, условно говоря. Я, насколько понимаю, многие депутаты, обладающие законодательные инициативы, являются членами общественной палаты. И, в принципе, с точки зрения, скажем, такого, гласа народа, который может быть донесен вообще с точки зрения законодательной инициативы, существуют другие формы и достаточные для того, чтобы законодательное собрание Киросковской области имело возможность рассмотреть законопочтений в определенном, и, собственно, вынести решение. Но есть один момент, на мой взгляд, два, которые нужно учитывать. Первое – это, конечно, то, что общественная палата Киросковской области необходим больше веса, скажем так. И это основной, наверное, аргумент и членов общественной палаты, и представителей общественных организаций. Да, потому что основная же претензия какая была? А что, собственно, вы можете в общественную палату? Вы кто? Да, да, да. И в этом плане, ну, вот с этой позиции есть, конечно, у сторонников этой законодательной инициативы основания для того, чтобы говорить о том, что нам необходима общественная, ну, скажем, такая вот законодательная инициатива, чтобы мы могли самостоятельно выйти, предложить, ну, и, собственно говоря, посмотреть на реакцию, собственно, наших депутатов, которые тоже избранники народа, да. Вот. И второй момент, он связан с тем, что вот, скажем так, вот, какой уровень вопросов и какой уровень, ну, скажем так, законопроектов будет выноситься в общественной палате? То есть, каким образом этот институт сложится? Очень не хотелось бы, чтобы он стал, ну, таким, скажем, марионеточным путем, который будет использоваться в том числе, там, правительством Кировской области или другими людьми, которые обладают определенным влиянием на членов общественной палаты, для того, чтобы использовать этот, скажем так, этот путь несения законодательных проектов, для того, чтобы он был, с одной стороны... Ты же понимаешь, что любой абсолютный институт, который так или иначе взаимодействует с властью, будет использован, есть право, нет права, в интересах тех или иных сил. К сожалению, на сегодняшний день, ну, я так понимаю, что, скажу, не новость, да, то есть, я считаю, что оппозиции у нас, по большому счету, нет в законодательном собрании, то есть, законодательное собрание... Да и в области-то особо не ощущается, не только в законодательном собрании, в принципе. Поэтому весь основной, скажем, такой интерес и политическое поле строится, как раз исходя из таких моментов, кто умеет, кто что-то сказал, через какой канал это использовано и так далее. И поэтому вот этот путь, он, скорее всего, ну, есть сомнения, скажем так, да, или там опасения в том, что как раз будет общественная палата использоваться для такого, ну, скажем, ну, не Единая Россия внесла там общественная палата, да, не оппозиция внесла, на которую Единая Россия не может проголосовать там формально, скажем так, общественная палата. А вот смотри, вот то, что там есть условия, что не каждый отдельно взятый член АПКО имеет право законодательной инициативы, а перед тем, как нести документ на рассмотрение УЗС, его должны будут одобрить большинство общественников на пленарном заседании палаты. Мы помним, что по третьей собиралась палата, треть губернаторский, треть УЗС и треть общественники. Ну, вот, мне кажется, что как раз это, с одной стороны, возможно, да, с другой стороны, это ответственность. То есть для членов общественной палаты, ну, формируется некий вызов. Насколько... Это хорошо? Конечно, хорошо. То есть вообще любая возможность, ответственность, ну, там, она, конечно, она демонстрирует, в том числе, ну, вот сейчас, да, а что вы можете? У нас есть законодательная инициатива, а как вы ее используете? Вот. И расскажи, что бы ты хотел увидеть? Как ты бы хотел почувствовать, оценить, что, да, не зря дали законодательную инициативу общественной палате, в чем это должно вылиться? Ну, например, то есть я бы хотел это увидеть, в том числе тем, что появятся очень сильные, серьезные экспертные институты при палате, то есть по различным направлениям, да, они, насколько я понимаю, и сегодня есть, но в других регионах я видел, там, есть такие, там, да, визитки, уполно говоря, экспертки, ну, эксперт в общественной палате по таким-то образом. То есть даже люди представляются, и это они считают, что это вес, ну, то есть, по крайней мере, ты так воспринимал, когда они представляют? Вообще для экспертного сообщества и для людей, которые, там, консультанты-эксперты, которые интеллектуальным образом занимаются, конечно, для них очень важна репутационная составляющая тем, чтобы их воспринимали. И в этом плане, вот, если общественная палата сможет собрать такое экспертное сообщество, которое, ну, естественно, на такие же условия, как и члены общественной палаты, то есть на безвозмездных, будут отдавать свой, как правильно сказать, интеллектуальный потенциал, там, на благо нашего общества, то это, конечно, будет, ну, такой плюс в копилку общественной палаты. Потому что, ну, все-таки необходимо достаточно серьезно прорабатывать вопросы законодательной инициативы, необходимо предусматривать, ну, закон ради закона, он неинтересен. Необходимо издавать те законы, которые будут, ну, действительно, работоспособны и которые будут менять жизнь. А ты бы видел направление работы, ну, ты давно знаешь, как работает общественная палата, со многими знакомыми, естественно, следишь, все. А ты бы видел сейчас, в данной ситуации, в данном, вот, точке, где мы находимся, в каких направлениях должна двигаться общественная палата, на что обращать внимание развитие области региона? Ну, честно говоря, вот, если брать, там, тренд, да, то у меня, как, два первых вопроса, то есть, это городостроительная деятельность, то есть, устройство нашей территории, то есть, ну, такие вопросы, связанные с жизнью, да, когда, там, ну, замена публичных слушаний, не замена, но этот институт публичных слушаний достаточно серьезно себя дискредитирует, ну, и, возможно, вопрос регламентирования публичных слушаний, да, в муниципальных образованиях Кировской области, это интересный вопрос. Вот, ну, это вопросы градостроительной деятельности, это вопросы, ну, я считаю, вопросы чистоты, вопросы, вот, благоустроительной деятельности, благоустройства городов. Да, благоустроительной деятельности, благоустройства той территории, ну, в которой... С этого нужно начать, нужно начать с самого себя, с обрядовки. Это потому, что это можно замерить как-то? Нет, это, наверное, потому что... Или потому, что этим никто не занимается толком? Или потому, что в этой области ситуация, или она понятна общественникам? Наверное, это потому, что здесь каждый может начать с себя. То есть в этом не требуется каких-либо чудовищных или суровых финансов. У нас же на любой момент денег нет или закон вот такой-то. Это вопрос как раз тех морально-нравственных принципов, которыми общество, собственно говоря, и должно заниматься. Это первое, с чего можно начать. Потому что вопросы более серьёзные, более сложные. Вопросы, возможно, экологии, вопросы регламентирования каких-либо элементов, связанных с зарабатываемым денег. Они так или иначе будут встречать достаточно серьёзный противовес заинтересованных сторон. А вопрос чистоты ведь все за. Все за, но закон о чистоте она так и не принята. О, это хорошая история про закон о чистоте. Как ты его вообще вспомнил? Я удивляюсь, что была такая история. На первое время был на одном из собраний, как раз когда его не приняли. Я, честно говоря, потом немножко упустил, но я так понял, что его так не приняли до сих пор. Давай тогда мы, значит, о законе о чистоте с тобой поговорим. Ну, ты, во-первых, напомнишь, что за желание такое было. А я хотела к следующей новости приурочить. Совсем недавно, две недели назад, Никита Юрьевич Белых здесь в программе «Урбан» сказал, что этим летом пройдёт месячник, не помню, как точно называется, но по чистоте машин. То есть будет оценивать и останавливать, и как-то штрафовать, или как-то наказывать, или предупреждать водителей, которые ездят на грязных машинах. Но подробности неизвестны. Снаружи или внутри. Вот, подробности пока неизвестны. ГИБДД мне вчера сказала, что да, они разрабатывают, но пока ещё тоже критерии неизвестны. Потому что единственный критерий, как мне пояснили в пресс-службе ГИБДД, который там тянет на какой-то штраф, это нечитаемый номер. Всё остальное в нашем законодательстве в отношении чистоты машин, никаких обязанностей практически, никакой ответственности у водителя нет. Нет такого, как, например, на Западе, что перед въездом в город автобус и машина обязаны быть вымыты, например, да, и прочее. Ну, во-первых, как ты относишься к этой инициативе, и там хорошо-плохо, а если ты готов посоветовать, посоветуй, как тогда нужно. А во-вторых, напомни про закон о чистоте. Ну, давайте вот как бы сначала с машин. То есть на самом деле тут ведь проблема, мне очень понравилось, я не помню, у кого читал, да, то есть проблема чистоты очень тесно связана с проблемой пыли в городе. То есть, а проблема пыли очень серьезно связана с проблемами строительства, проблемами как раз контроля за тем, как это строительство огорожено, проблемами за тем, каким образом там большегрузная техника заезжает, выезжает с этих территорий строительства, потому что они заехали, выехали, собственно говоря, да, Разнеслили грязь по улице, и потом она же вся собирается, где-то аккумулируется, съедает, потом со своей обувью домой приносит. Да, вот мы сейчас продолжим, но нам придется прерваться на полторы минуты на рекламу. Особое мнение на 101FM. Продолжается программа «Особое мнение». Своё особое мнение сегодня высказывает Михаил Шевелёв, руководитель регионального отделения партии «Гражданская платформа». Мы остановились на вопросе чистоты в городе, пыли в частности. Ну, конечно, аховая ситуация была в этом году с пылью, когда это просто катастрофизм. Просто на самом деле, ведь это требует регламентации. Ну, почему в европейских городах как бы нет грязи, да? То есть многие ведь говорят о том, что в ботиночках ходишь, что где-нибудь приходишь, там... Да что там в европейских городах? Я опыт московский могу вспомнить этого года, когда в разгар жутких ливней в мае «Я в белых кроссовках на белой подошве проходила день, и они остались белыми». Для меня, как жителя Кирова, это был шок. Потому что действительно ведь это очень просто. То есть нужен бетон, асфальт и трава. То есть если всё будет в газонах, бетоне, в асфальте, и все стройки будут достаточно серьезно защищены, и машины не будут разносить грязь там из города и со строек, то тогда ей просто неоткуда было взяться. То есть это совершенно такой серьезный концепт, который требует очень больших, скажем, таких переосмыслений вообще с точки зрения, ну, скажем, такого жизни у города. А ты говоришь, что трава. У нас многие товарищи из администрации как раз на газоны и пеняют, что оттуда грязь. Ну, лучше опять, а откуда оттуда грязь? То есть раздувают ветром в землю, ну, я не думаю, что оттуда грязь. То есть на самом деле у нас там перекопали, оставили, да, то есть, ну, постояла неделю, а сколько там грязи осталось? Ну, и потом никуда не деваться. То есть и вот такие моменты, и, к сожалению, достаточно много, я вот живу на пересечении Ленина-Милисейской, да, то есть там постоянно грязь. То есть у нас, я не знаю, то ли в связи со стройками, то ли, ну, там много бывает всегда перекопано, и стройка где-то идёт, и сверху... Миша, ещё знаешь, откуда грязь берётся? От того, что не убирают. Это наши слушатели прекрасно знают историю там моей улицы. Там надо было 333 здесь чиновников в этой студии повестить о том, что не прибирают участок молодой гвардии от Ленина до Свободы, чтобы один раз запустили туда людей, когда уже прижало, и они между машинами, лопатками выгребали, и больше они там не появлялись. Грязь как была, так и осталась. Вот ведь на самом деле, опять же, мы сейчас перейдём к вопросу моему любимому, там, вопросу ответственности, да, то есть... Да, и законодательство, наверное, каком-то. Ну, а тут... Законодательство – это ответственность прописанная какая-нибудь, существенная? Как раз, насколько я понимаю, тот закон о чистоте, который предлагался, и который был, по большому счёту, копией закона о чистоте Нижнего Новгорода... А он там действует? А он там действует, и он там принят, по-моему, в 2010 году, и на самом деле я видел изменения, которые там предполагают... То есть там регулярно ведётся работа о том, а как нам сделать так, чтобы было чисто. И, например, вот там одно из последних там изменений, которое было, оно было связано с тем, что... А давайте-ка мы регламентируем, что уборка должна заканчиваться в теми часов утра. Потому что после семи часов утра уже, как бы, неудобно нашим горожанам, чтобы перемещаться, ездили там уборочные машины, которые пыль поднимают, там снег убирают, там и так далее. То есть, и таким образом, там, конечно, вопрос о чистоте, он достаточно сложен, и у нас он не был принят, насколько я понимаю, потому что не смогли определить чётких критериев, за что наказывать, что такое чистота, что такое хорошо, что такое плохо. Вот, а там как-то не стали над этим сильно заморачиваться, да, то есть, ну, посчитали, что есть у каждого определённые там свои нормы, да, то есть, их каким-то образом прописали и постарались их соблюдать. То есть, пошли не к минусу о том, что я не буду соблюдать, потому что это не чистота, а это чистота. Вот, а пошли к тому, что, знаете, ну, пусть будет там 8 человек из 10 соблюдать вот чистоту в том понимании классическом, в котором она есть. И это всё равно будет, ну, по большому счёту, плюс. Я могу привести достаточное уже количество примеров, когда именно чистота позволяла главам сельских поселений, ну, достаточно кардинально изменить жизнь в своём селе. Это на примере кировских поселений? Да, на примере кировской области. Вы скажете что-нибудь такое? Да, например, ну, первое, что мне приходит, это посёлок Кобра, Даровского района, когда предыдущая глава, ну, достаточно активная, она много старалась делать, там, да, но она элементарно свалки не убирала, не разбирала. И когда пришла новая глава, то она первым делом просто взяла, и со своими сотрудниками они стали ходить и прибирать. Сначала вчетвером пришли, там, да, то есть чисто администрации. Потом люди увидели, там, кого-то это цепляет. Они увидели в своём время, там, просто-напросто взяли свои инструменты, пошли помогать. Потом их стало больше. Потом появились люди с техникой, которые предложили, сказали, давайте мы привезем мусор. И они буквально, там, в достаточно короткое время просто переломили ситуацию. С одной стороны, стало приятно, ведь сам себя уважаешь, исходя из того, где ты живёшь. А с другой стороны, понятно, что там остались люди, которые мы не будем, там, делайте, что хотите, но те люди, которые увидели друг в друге родственную душу с точки зрения чистоты, они как-то объединились и стали по-другому немножко относиться и к своему селу, и, ну, к тому месту, где живут. И там изменилось много, вот так же, там, мой любимый проект поддержки местных инициатив, даже с этой точки зрения стало меняться, потому что люди стали поддерживать голову. А в голове стало понятно, почему она должна это делать. То есть, отзывчивость, она такая двусторонняя пошла. Я привел один пример, но на самом деле их очень немало. То есть, их достаточно много по нашей области. И это действительно не требует каких-либо серьёзных вложений, там, да, это просто шло. Ну, вот, может быть, закон о чистоте следует снова вернуться к этому лавросу в свете приближающегося года экологии, ведь они же связаны? Конечно, связаны. И, конечно, к нему есть смысл вернуться, потому что, когда у нас выборы начинаются, у нас все начинают говорить про чистоту. В той или иной форме говорят о том, что вот надо прибираться, надо снег убирать, там, надо мусор, там, да, то есть, периодически это возникает ситуация. Но реально нужно, конечно, начинать с себя. И вот тут ведь ответственность, я вот читал, готовясь к какому-то мероприятию, когда у нас закон принимали, да, там, ну, спрашивали же у нас, там, известных людей, там, да, которые по чистоте принимали и не приняли. И не приняли. Ну, тогда ещё не было понятно приму, и не приняли. По-моему, кто-то из наших предпринимателей, он сказал, а что я буду платить, ну, то есть, какой, мой двор, как хочу, так и живу. Почему я должен платить штрафы, если я на своём дворе не прибрал? И, понятно, если так жить, то, извините, там, мой фасад, я не буду ремонтировать, мой фасад, что хочу, то и делать. Но есть и другой момент, то, что твой фасад, это фасад, это лицо города. И, там, с точки зрения туризма, с точки зрения, там, всего остального, то есть, ну, есть некие обязательства, то есть, собственность, есть ответственность. В том числе, ответственность за чистоту. Ну, да. Давай перейдём к следующему вопросу. Вопрос очень яркий, и я думаю, что тебе приятно будет по этому поводу порассуждать. Ну, во-первых, любитель ли ты футбола? До определённого времени был фанатом. А, даже? Сейчас в связи, там, с различными событиями, там, ну, здоровье надо беречь. Фанатом не являюсь, но любителем осталось. Да. И ты наблюдаешь сейчас тот, там, кубок, который проходит во Франции. Конечно. Евро-2016. Да. И видишь, что происходит на стадионах и за их пределами. И да, и не только на футболе, но и около футбола. Как тебе нравится поведение наших болельщиков? Ты как бы бывший фанат можешь оценить. Это вообще профессиональное такое поведение фанатское, нормальное в правилах? Или тут какие-то за рамки выходящие действия? Ну, если честно, как бы вот, ну, с учётом того, что я в своё время интересовался, что происходило там, за что Англию отстраняли, там, клубы Англии отстраняли от участия в Еврокубках, да, тоже за фанатские беспорядки, скажем так, да. Ну, с учётом того, что, ну, достаточно про культуру около футбола, ну, наслышан от разных людей, там, в том числе от участников, то, конечно, то, что происходило, на мой взгляд, оно, ну, достаточно серьёзно, с одной стороны, раздуто, да, потому что всё, что имеет отношение к России в последнее время, достаточно серьёзно обращается внимание, там, показывается. Ты сейчас что имеешь в виду, что раздуто? Ну, все, скажем, скандалы, которые в той или иной степени имеют определённый моральный облик, да, то есть связан с нашей страной, они раздувают. – Подожди, ты считаешь, что то, как представляют кто, западные СМИ, что ли, поведение наших болельщиков раздуто, или наши СМИ раздули? – Любые СМИ, то есть, видите, наши СМИ не могут обойти внимание западной СМИ, то есть, к сожалению, то, что, ну, в принципе, картинка была на экране, то есть инцидент не имел место. – Ты где наблюдаешь вот это всё? По центральному телевидению, в интернете где? – Везде, я смотрю центральное телевидение. – Ты считаешь, что слишком много внимания уделяется процессам, которые происходят в связи с фанатскими действиями? – Ну, давайте не с этого начнем. То есть, я вообще считаю, что это звенья одной определённой цепочки. – Вот, давай. – То есть, если брать про цепочку, то я считаю, что… – Чей это заговор? – Да, теория заговора, она имеет место быть, и она связана с тем, что так или иначе существует желание определённых влиятельных сил, чтобы чемпионат мира 2018 года по футболу всё-таки в России мне просто не состоялось. – А, ты всё-таки сторонник этой версии. – Да, я сторонник этой версии. – А силы эти находятся внутри России или за её пределами? – Сил, конечно, за её пределами. То есть, в России очень многие люди хотят ходить пешком на чемпионат мира по футболу. То есть, очень многие на нём не боятся. – Мне по версии Шевелёва Михаила, западные некие западные силы очень не хотят, чтобы в России прошёл чемпионат мира по футболу 2018. Есть ведь другая версия, Миш, наших экспертов, что как раз внутренние силы не хотят, поскольку деньги закончились и не справляются со строительством и подготовкой чемпионата. – Ну, это очень высокая оценка возможностей, скажем так, наших сил, которые готовы сэкономить деньги на чемпионате мира и, грубо говоря, не отдавать их, не достраивать и так далее. – Ну, на мой взгляд, всё гораздо прозаичнее, потому что на сегодняшний день вопросы имиджа, вопросы репутации, вопросы доверия к странам – это вопросы, прежде всего, рынков. И возможно их привлечь достаточно большое количество туристов, показать им наши города, продать кучу сувениров, впечатлений, продукции. – Зачем европейцам пускать в наши города, в которых столько сувениров, столько есть, чего посмотреть, своих людей, их нужно оставить в Европе, где нет этого ничего? – Ну, я думаю, что тут, конечно, для нашей страны это было бы возможно. То есть достаточно периодная возможность, и даже точечные олимпиады, насколько я понимаю… – Ты считаешь, что они не хотят, чтобы страна наша получила возможность благодаря чемпионату развиваться? – Да. То есть, чтобы она получила возможность формировать достаточно благоприятный имидж и рейтинг, а он на сегодняшний день очень важен для нашей страны. – А кто это они? Что за силы-то такие? – Это те люди, которые владеют рынками. – Люди? – Ну, люди, прежде всего, конечно. – Ну, люди, прежде всего. – Не политики? Или политики-финансисты? – Ну, политики, на мой взгляд, они… – А это Европейцы или кто-то подальше? – Ну, это, на мой взгляд, это все-таки различные транснациональные корпорации, которые так или иначе влияют на множество стран, на политиков, на… – И это они заставили наших фанатов мутузить британского болельщика или зажигать фаеры? – Наших фанатов, к сожалению, заставлять не надо. – То есть наши фанаты… – Да. – Тут надо разделять, я считаю. – Да. – Разделять нужно, но я не думаю, что… Я думаю, что те, кто представляют наш менталитет, те, кто представляют там российского болельщика, те, кто представляют вообще просто фанатов футбола, они очень четко понимают, что это люди достаточно эмоциональные, которые живут игрой, которые живут в том числе там собственными эмоциями, да. И я просто бывал в толпе. То есть на самом деле в толпе, когда, ну, элементы там справедливости, несправедливости и того, что там происходит, как бы тебя задевают. – Да, Миша, но возвращаясь к тому, что эти какие-то тайные силы хотят вреда России, давай отметим все-таки, что российская сборная, несмотря на поведение фанатов, не была отстранена от игры. – Ну, я думаю, что… – Нет ли здесь противоречий? – К сожалению, вчерашний матч надалкивает на совсем грустную мысль. – И это тоже тайные силы транскорпоративных представителей? – Да нет. – То есть я бы все-таки… – Проигрыш нашей сборной словакам. – Проигрыш нашей сборной, эту версию, конечно, отметаю. – Мы продолжим. – То есть не надо нашим дисквалифицировать потом. – А их не дисквалифицировали, они сами себя дисквалифицировали. – Они сами себя дисквалифицировали. – Прервемся на короткую рекламу. Продолжается программа «Особое мнение». Мы с Михаилом Шевелевым продолжаем рассуждать на тему мирового заговора против России путем дисквалификации наших спортсменов и не допуска их на различного рода соревнования, начиная от Евро-2016, заканчивая Олимпиадой в Бразилии, как выяснилось. Ну, я вот спросила просто у Михаила в перерыве, что вот сейчас я не вижу пока подтверждений твоей теории. Ну, мне кажется так. Ну, а что бы тогда доказало, что все-таки ты прав, и действительно транснациональные корпорации, они благодаря своим большим деньгам вот сейчас как-то давят на Россию? – Ну, давайте начнем с того, что все-таки Мундиаль – это очень существенный кусок вообще индустрии развлечений. То есть тут мы не можем спорить. А сегодня вообще вся экономика такова, что она на развлечениях, на впечатлениях, ну, достаточно серьезно завязана, скажем так, да. То есть мы можем взять только несколько фактов там, да, то есть скандалы коррупционные внутри ФИФА. То есть блат, тороплотни, которые отстранены, да, то есть и тот, кто там пришел, тот, кто будет выстраивать свою политику, она на сегодняшний день, ну, до конца там не видна и непонятна. Дальше там вопросы скандалов допинговых очень больших, очень почти ежедневно связанных с Мельдонием, которая, как оказывается, ну, здесь имеют свои аналоги там в других странах, да, и в общем-то не запрещен. Вот скандалы, связанные с вот сейчас беспорядками, да, то есть не надо бурную Россию куда-то отлучать, то есть дисквалифицировать. Уже достаточно того, что наши, скажем таки, активные молодые люди, достаточно спортивные, достаточно, скажем так, независимые, могущие за себя постоять. Они сами свою силу прекрасно представляют. Они силу представляют, и их достаточно показать, они, вот они есть. Все, уже в большой части все равно сложилось впечатление о том, что там живут. А ты думаешь, что в Великобритании не показывали, что делали британские болельщики? Все знают это, то есть для всех это очевидно, и я не думаю, что это каким-то образом там нарушает этот общественный образ, скажем так, да, то есть сколько лет существует футбол, то есть британские фанаты, А еще допускаю, что будет достаточно большое количество скандалов на Олимпиаде. То есть на Олимпиаде, я сейчас не готов прогнозировать, ну какие они могут быть. Связаны с нашими конкретно спортсменами? Связаны с нашими. И только с нашими? Связаны с нашими, ну возможно не только с нашими. То есть просто был задан некий вектор, который приведет к тому, что там, да, там, ну две сборные там не допустят на чемпионат, снимут соревнования в каких-нибудь командах, да. Но к нам особенно пристально будут присматриваться? Ну, на сегодняшний день формирована вся площадка для того, чтобы к нам было пристально внимание. То есть мы и сами, в общем-то, в этом поучаствовали, в силу, наверное, своей пока гиперактивности, да. Но с другой стороны, действительно, хедлайнер новостей в мире – Россия, ну достаточно такой, как бы, весомый. Вот. Поэтому я предполагаю, что будет скандал на, к сожалению, на Олимпиаде. Вот. Не думаю, что вся Россию, как бы, не допустят, и не думаю, что мы будем закрываться, нам деваться некуда, мы должны участвовать, мы должны принимать эти правила, то есть альтернативы у нас нет. Вот. А затем, я думаю, что вполне возможны какие-либо, ну, выводы санкций вот из этих вот моментов, будет связаны как раз с тем, что будет давление оказанное на ФИФА, с тем, что давайте мы проведем где-нибудь в другом месте. – Все-таки ты допускаешь, что даже на этом этапе могут отстранить Россию? – Причем, к сожалению, это будет связано, скорее всего, с вопросами безопасности, с вопросами, там, международной безопасности, еще с какими-то вещами. И, к сожалению, ну, тут очень много зависит от руководства – Это удивительно, безопаснее, неужели в России не безопаснее, чем в Европе сейчас? – Мы-то с вами как бы здесь живем, и мы много знаем, да, а оставшиеся, там, 6 миллиардов человек, они здесь не часто бывают. – То есть это будет информационная битва, которая уже сейчас разворачивается, и она будет усиливаться? – Конечно. К сожалению, я не вижу на сегодняшний день перспектив для того, что мы в этой битве будем белыми и пушистыми. – Тогда, в таком случае, транснациональным корпорациям самое правильное было бы как раз позволить проводить чемпионат мира в России, а вот в результате их информационной войны посмотреть, какое количество людей решилось бы в Россию приехать, в том числе и футбольных комод. Они же могут отказаться, правда же? – Ну, да, да. То есть в этом плане… – Грустная, грустная такая нота сейчас прозвучала в особом мнении Михаила Шевелева. Давай, может быть, на веселую, я не знаю, вдруг ты выведешь на нее. Как показал мониторинг, проведенный кировскими активистами Общероссийского народного фронта, 70% страховых компаний в нашем регионе продают полисы ОСАГО с нарушениями. Это я цитирую по сайту АНАФ. Вчера в нашем эфире в программе «Дневной разворот» мы провели голосование со слушателями с вопросом, можно или нельзя ликвидировать эту проблему. 70% проголосовавших сказали, что «Да». А ты как думаешь? – Ну, я недавно оформлял полис ОСАГО. – Да, а как ты, кстати, успешный подход? С навязыванием или без навязывания? – Нет, ни навязывания никакого не было. – Ага. – То есть я не знаю, с чем это связано, как бы да. Естественно, я готовился к этому, то есть позвонил… – А ты в той же самой компании, в которой раньше оформлялся? – Да. – У меня такая же история, мне тоже ничего не было. – Да, то есть не было никакого навязывания, на самом деле. То есть проблема, на мой взгляд, в том, что… – Так, во-первых, можно или нельзя решить эту проблему – нарушений при оформлении полиса ОСАГО? – Любую проблему можно решить. – Решить не можно? – Даже не так, ее можно не решить, ее можно устранить. – Устранить можно. – Устранить проблему можно, потому что, в принципе, это достигается путем определенных, ну, регулирований на рынке страховых услуг. То есть я помню, что когда «Росгострах» приостановили лицензию на ОСАГО, то есть там как-то быстро все выровнялось по всем филиалам. – То есть надо приостановить лицензию этих недобросовестных страхов? – Это, в принципе, запретительная мера, конечно, она здесь необходима. Но существуют еще все-таки некие, опять же, культурные глаза. То есть на сегодняшний день не так много игроков на рынке страхования. Насколько я понимаю, в связи с теми реформами, которые проводятся, что есть желание их еще немножко посократить. То есть, да, ну, плох тот предприниматель, кто не желает быть монополистом. Ну и, к сожалению, у нас в этом плане, в таких больших секторах, у нас так или иначе будут тремиться к тому, чтобы поделить, там, на троих, на четверых рынок. А вот в этом контексте, ну, когда у всех четверых одинаково, там, учителя стоят и все четверо учат своих продавцов, условно говоря, там, вместе с ОСАГО предложить, там, страхование, там, от клеща, там, страхование, там, по защите дома и так далее. То есть, ну, тут ведь как это еще, как предлагается? Вот я могу предложить, например, так, что никто не подумает, что это навязывание, да, ну, и сказать не сможет. Решается проблема при остановлении лицензии. Я пока вот это поняла, да? Ну, и второе, все-таки, это вопросы, ну, некой грамотности. Грамотности населения. Да, тоже вопрос решается. Вопрос, опять же, решается путем, ну, более жесткого технологического регулирования с точки зрения, там, поведения в страховых случаях. Потому что, ну, на сегодняшний день… То есть, если ты можешь отстоять свои права, ну, ты должен быть, то есть, подкован, да, прийти и можешь сказать, что согласно закону, такому-то вы не имеете права отролевать, да? Раз. А если ты недоволен написать заявление, например? Например. Второй момент. Я не понимаю, почему нельзя по интернету купить страховку. Вот, не понимаю, да. Вроде бы она тоже заявлена, как бы, везде, но я вот пытался, я там столько данных забил, да? А вот, кстати говоря, вчера Константин Сичихин, представитель УНФ, в нашем эфире, в дневном разбороте, он озвучил предложение Кировского УНФ включить продажу полисов ОСАГО в число услуг МФЦ. Мотивация следующая. Государственный контроль и возможность избежать навязывания услуг. Твое мнение? И еще платить пенсию, вклад на накопительные страховые участия тоже через МФЦ. Это уже твое предложение? Это мое предложение. То есть, любые страховки через МФЦ. Ну, в принципе, да, две-три компании-то уже не нужны. То есть, как бы, вычерк. Достаточно, на мой взгляд, сделать обязательным наличие доступности и понятных, там, условно говоря, страхований через интернет. То есть, вот это, как бы, сделать обязательным. И уже большинство сознательных, грамотных граждан, они не пойдут туда. То есть, большинство людей, у которых существуют определенные понимания того, из чего складывается его, там, процент скидки, да, вот у меня максимальный, как бы, да. То есть, и вообще, как эта скидка предоставляется, и почему она такая, там, правила проверки какие-нибудь. Они автоматически приводят к тому, что, зачем? Зачем мне специально ходить в офис? Вот я, честно говоря, в офисе просидел, хоть и... А через интернет ты не смог застраховаться? Нет. Потому что висит сервер или что? Я, честно говоря, сейчас для конца не скажу, но количество данных, которые мне надо было предоставить, оно было достаточно большим, включая регистрацию в личном кабинете, включая предоставление сведений об официальном биле, включая как раз вот всем тем параметрам, связанным с процентом, которые у меня на сегодняшний день есть. Я не понимаю, почему у меня максимальный, там, или минимальный, там, и какой он у меня. Ну, как ты собираешься через интернет тогда это оформлять, если нет девушки, которая тебе все объяснит? Я полагаю, что сегодня возможности техники всемирной сети таковы, то, что... Интегрированная база должна работать, ты имеешь в виду? Она ведь как-то работает. У них-то она как-то работает, они же что-то видят там? У них-то как-то работает, но я в принципе не собираюсь менять страховые компании в ближайшее время там, да? Тем не менее, все страховые компании имеют сейчас единую базу. Они-то имеют, то есть пусть они меня как-то поправят, там, я не знаю, там, то есть положатся на меня, потом проверяют. Через интернет. По максимуму. Через интернет по максимуму. То есть обезличенное количество, ну, обезличенные такие стандартные продукты, в других отраслях как-то работают, вот стараются продавать через интернет. Что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Чувствуется. Михаил Шевелев, его особое мнение, руководитель регионального отделения партии «Гражданская платформа». Я Светлана Занько, прощаюсь с вами. До свидания. До свидания. Спасибо.